Это полностью зависит от внимательного изучения книг, что позволяет прийти к верному заключению. Из твоего письма я вижу, что у тебя с этим все в порядке, а Кришна и дальше будет помогать тебе в твоих усилиях. Продолжение следует... Бхагаладгиту — это все равно, что при чтении Бхагаладгиты, внимательного изучения, это то же самое, что Мад Ашрея — принимать приверженщи у Кришны. А наоборот, читать ее, но по собственным выдумывать — это мошенничество, на самом деле. В лекции, которые он давал по первому стиху седьмой главы Бхагаладгиты, 27 апреля 1974 года, Шулуппада говорит, читая Бхагаладгиту и повторяя Харе Кришна, вы немедленно поймете всю науку того, как развить привязанность к Кришне. Если мы читаем Бхагаладгиту и повторяем Харе Кришне, мы сразу же, он говорит, немедленно, имеледленно, сразу же поймем всю науку того, как развить привязанность к Кришне. Вот настолько это могущественный процесс. Это называется майя-сакта-манах. Весь стих звучит майя-сакта-манах-падха-йогом-юнджан-мада-шреяга-асам-шайям-самаграм-мам-йадха-гес-яси-тач-хрину. Он объясняет, тач-хрину услушает меня, это Бхагаладгиту, приняв привержище у меня, всегда думая обо мне. Майя-сакта-манах. А-сакта, а-сакти, это спонтанное влечение ума, постоянно привязав свой ум к Кришне, к деятельности сознания Кришны. Майя-сакта-манах-падха-йогом-юнджан-практиковать йогу. То есть нужно в сознании Кришны практически практикуя, занимаясь практическим преданным служением Господу. Это и есть бхагти-йога. Мат-а-шая-я, значит под моим руководством. То есть как Кришна говорит, под его руководством мы принимаем эти наставления, мы это и делаем. Мат-а-шая. Это одно из условий, которые Кришна описывает в стихе 7.1 Бхагаладгиты. Или под моей защитой, ашрая. Ашрая, значит защита также. Защита, возможно, если мы слушаем, что нам говорят. Не ходи туда, ты там провалишься. Иди лучше здесь, здесь хорошая дорога. Все, мы послушались. Мы под защитой вот от человека, который хорошо знает дорогу. Так что, если вы читаете Бхагавадгиту, как она есть, это Мат-а-шая-я. То есть это принятие прибежища у Господа. Или следование под руководством Господа. Мат-а-шая. Но если вы по-своему интерпретируете Бхагавадгиту, согласно своим мошенническим выдумкам, то это уже не Бхагавадгита. Поэтому это называется Мат-а-шая под моим руководством. Как я учу. Я в смысле Кришна. Поэтому мы излагаем Бхагавадгиту, как она есть. Мы ее не меняем. Да и зачем ее менять? Какое у вас право, чтобы ее менять? Бхагавадгита – это книга авторитет. Но если я вношу свои собственные интерпретации, то где здесь авторитет? Разве можно изменить свод законов согласно своим интерпретациям? Тогда для чего такой свод законов нужен? Это уже не свод законов. Вам нельзя ничего менять. Подобным же образом, если вы принимаете Бхагавадгиту как книгу авторитет, вам нельзя менять ее смысл. Это нельзя делать. Хорошо, Падо продолжает это перезагать, вот этот момент. Излагайте свои убеждения другими способами. То есть не надо браться за Бхагавадгиту. Это иногда даже можно садить, к сожалению, среди преданных видеть. Они вроде садятся на Виасасану, вроде все готовы к тому, чтобы услышать лекцию по Бхагавадгите или Шамятбхагаватам. И человек даже прочитал шлоку, и даже прочитал комментарии шлопа Пады. Но потом, объясняя это, он вообще даже не по стиху говорит, а какую-то чушь от себя тяну. Просто то, что его распирает сказать. Он даже вот прочитал, как будто бы в одно ухо влетело, в другое вылетело. Вообще не по стиху. Какие-то социальные проекты прокачивают, какие-то там любовь, мягкость сердца, какие-то психологические выкрутасы. Где это в стихе говорится? Очень часто такое вот, или подобное можно увидеть. Вот это вот и есть. Если ты хочешь сказать что-то свое, не трогай Бхагавадгиту. Не надо прятаться за авторитет Бхагавадгиты и пытаться доказать, вот видите, на классе Бхагавадгиты это было сказано. То есть намекая тем самым, что якобы Господь хотел эту мысль передать. О важности вот этих каких-нибудь странных вещей, которые, к сожалению, распространены сейчас по каким-то странным обстоятельствам. Шлопада прямо говорит, это нельзя делать. Хочешь свои вещи говорить, вот свою книгу и пиши. Не надо это, как сказать, под эгидой Бхагавадгиты преподносить. Но эти люди используют популярность Бхагавадгиты и интерпретируют ее по-другому, согласно своим прихотям. Поэтому люди не понимают, кто такой Кришна. В этом и есть трудность. Предназначение Бхагавадгиты понять Кришну. Но все комментарии политиков и ученых направлены на то, чтобы избавиться от Кришны. Или убить Кришну. Это стратегия Камсы. Камсы всегда думал о Кришне. Но как его убить? Это демоническое стремление. Это вам не поможет. Шилапрапада также подчеркивал о том, что необходимо не только лишь, несомненно, это очень важно, принять главный метод юга дхармы, воспевания святых имен, воспевания Хари Кришны Махамандры. Но он говорил, слушая повторение, когда идет речь о Шраванам и Киртанам, это не только лишь речь идет о том, чтобы слушать, как кто-то воспевает святые имена. И Киртанам это самому петь святые имена. Это не исчерпывается лишь святыми именами. Слушание и повторение также имеется в виду слушать Бхагавадгиты, то есть Шинегагавадам из уст великого преданного. И повторять то, что ты услышал от него. Сатам Прасанган Мамавирия Самбидо Паванти Хрид Карнарасая Накадхах Таджджошана Ташвапаваргавартмани Шрадха Ратир Бхактирану Карамешетти. Это слова Господа Капилы, третья песня Шиманбхагава. Он объясняет. Сатам Прасанган в обществе великих преданных Сатам, Садху, Мамавирия Самбидо, слушая повествование о моих удивительных играх, о моих смыслах, о удивительных деяниях верховной личности Господа. То, что какой результат происходит? Это Хрид Расайана Кадхах. Такая Кадхах приносит, является Расайаной. Это нектар. Расайана – это то, что очень вкусное, очень нектарное, очень замечательное. Когда мы слушаем повествование о Кришне из уст искренних, серьезных или тем более великих преданных, такое слушание становится очень нектарным, очень вкусным. Просто с удовольствием приходишь на такие лекции. Вот это, кстати, секрет, один из главных моментов, как создать сильную общину. Сильную общину, где в храм приходит много людей, на программах много преданных, и вся алтарная забита. Один из ключевых, конечно же, не единственных, но один из ключевых моментов – это чтобы лекции были как раз вот такой Расайана Кадха. Чтобы они были духовно вкусными, духовно питательными. Чтобы преданные, приходя в храм, с удовольствием стремились прийти на лекции, зная, что в любой день я приду на лекцию, и там будет звучать очень глубокое философское объяснение практики преданного служения, где я смогу получить ответы на многие мои вопросы. Мне интересно потратить два часа на дорогу, чтобы из одного конца Казани, в данном случае, да, приехать вот сюда, в Юдина, в храм. Я не пожалею, что я потратил такое время, потому что я услышу замечательную катху. Вот подобное должно быть. Это должно быть Расайана Кадха. И квалификацией является то, что такую лекцию дает Сатам. Это личности, которые твердо следуют практике преданного служения. Они являются преданными и Кришне, и Шилеправупаде. И, как результат, демонстрируют свою преданность, строго повторяя то, что они услышали. Не выдумывая, о чем говорит Шилеправупада постоянно. Не пытаясь давать лекцию по Бхагавадгите, но, по сути, свою собственную чушь нести. И когда человек ничего не меняет, он повторяет то же самое послание, то вот этот нектар и духовное трансцендентное могущество начинают испытывать все слушающие. Они очень сильно вдохновляются изменить свою жизнь практически. Для них цель, а именно сознание Кришны вернуться домой, назад к Богу, становится очень ощутимой и выполнимой. Они очень вдохновляются серьезно практиковать преданное служение. Вот это результат Расайана Кадхи, который звучит из уст таких серьезных, искренних преданных. И это становится нектаром для ушей. Это очень с удовольствием слушаешь. Карна. Карна значит уши. И хрит значит сердце. Они испытывают большую радость. Слушай, как им очень нравится. Поэтому они с удовольствием потратят два часа, да сколько угодно часов, лишь бы приехать вот в это место и послушать настоящую Кришну Кадху из уст искреннего, серьезного, строго следующего преданного. Таджчошанат Ашвапаварга Вартмани. Ашу значит очень быстро. Очень быстро. Что происходит очень быстро? С такими преданными, которые начинают слушать такую могущественную Кришну Кадху. Расайана Кадху. Апаварга Вартмани. Они идут очень быстро по пути к освобождению. Очень быстро. Они не какая-то вялая тягомотина. Они даже не знают, продвинулся я хоть чуть-чуть или нет. Они реально испытывают, как моя жизнь серьезно на каждом шагу меняется. Вот таково могущество слушания о Кришне. И далее, как Господь Капиладеву перечисляет, а ну кроме швити, что следует одно за другим. Ашрадха, человек развивает в себе очень твердую веру в практику Савани Кришны. Настолько твердой веры, что он не стесняется признаться, что он преданный, что он Кришнает. Он с убежденностью доказывает необходимость предаться Кришне другим. У него даже не возникает желание заниматься какой-то ерундой в своей жизни. Потому что самая ценная – это практика сознания Кришны. Настолько твердой веры. Ратир – спонтанное влечение Кришны. Его влечет Кришна, а не какие-то там киношки и так далее. Бхактир. И он по-настоящему испытывает любовь к Господу. Это последовательно идет одно за другим. Шрадха, то есть имеется в виду Ништха, уже твердая вера. Не вот это начальное доверие, Шрадха, которое считается. Ништха – твердая убежденность, с которой уже человек не сходит дальше. Рати – это вот эти Ас-Акти и так далее. Вот эти стадии. И в конце концов Бхакти, что имеется в виду Према. Настоящую любовь к Богу. А ну, кроме Щрати, следует одна за другой. Просто продолжая вот этот процесс слушания, повествования Кришны из уст очень искренних, серьезных преданных, человек по-настоящему испытывает, он видит, как его жизнь меняется. Буквально вот это проходит через вот эти стадии. Ашва Паварга в Аркмане очень быстро идет на пути к освобождению. И это очень вдохновляющий опыт, который просто он не хочет потерять. Он с удовольствием стремится такой преданной снова и снова постоянно слушать Расайна Катху из уст Сатта. Настоящих искренних Сатху. Шулупада в лекции, в комментарии к стиху 30-му, 2-й главы 2-й песни Шамидбхагава, там говорит, «Слушая, простите, говоря о слушании и повторении, мы имеем в виду не только слушание и повторение святых имен Господа, Рама, Кришна, или упорядоченно 16 имен Хареи, Кришна, Хареи, Кришна, 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 Хареи, 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 Рама, Хареи, Рама, 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 Хареи, Хареи». Но также и чтение и слушание Бхагавадгиты и Шамидбхагаватам в обществе преданных. Прямым текстом Шулупада говорит это в комментарии к Шамидбхагаватам. А слушание и повторение имеется в виду слушать Бхагавадгиту и Шамидбхагаватам и повторять то, что написано в Бхагавадгите и в Шамидбхагаватам. Ничего не меняет. То есть, чтобы повторять, очень полезно будет преданно учить шлоки наизусть, чтобы было что повторять. Ну, по крайней мере, суметь очень точно воспроизвести перевод, не изменяя смысл философский. Это самое минимальное, но лучше, конечно, знать шлоку наизусть и значение всех вот этих ключевых слов. В этой шлоке он продолжает. Это начальная практика Бхагти-йоги поможет взойти семени, зараненному в сердце. И если этот росток регулярно поливать, слушая и повторяя, то Лиана Бхагти начнет расти. При постоянном уходе Лиана, вырастая, пройдет сквозь все оболочки Вселенной, как мы уже знаем из предыдущих стихов, и достигнет сияющего неба Брамаджиоти. А развиваясь дальше, дотянется до духовного неба, где находятся бесчисленные духовные планеты, Вайкундхалоки, над которыми расположена Кришна Волка, Волока Вриндавана. Достигнув ее, Лиана Бхагти обретет покой у лотосных стоп Господа Шри Кришны, изначальной личности Бога. Когда человек достигнет лотосных стоп Господа Кришны на Голока Вриндаване, о решении ростка Бхагти, то есть слушания и чтения ведической литературы, и повторения Святого Имени на стадии чистой преданности, начнет приносить свои плоды в виде любви к Богу. То есть даже уже достигнув лотосных стоп Кришны, преданный продолжает процесс слушания и воспевания. И вот это вот своего рода поливание Лианы Бхагти, она доросла, но ее продолжают поливать, и тогда уже начинают приносить плод. В этот момент, достигнув лотосных стоп Господа, слушания и повторения уже начинают питать сам плод в любви к Господу. И преданный явственно ощутит вкус этих плодов, даже находясь в материальном мире. Обратите внимание, даже находясь в материальном мире, можно испытать вот этот вкус, который, так сказать, принадлежит исключительно духовным реалиям. Лотосный стоп Господа, чистую любовь к Богу. Даже находясь в материальном мире, это можно испытать. Таким образом, Бхагти, преданное служение вообще не зависит от рамок материального мира. Это достижимо даже находясь здесь. И процесс очень простой. Слушать и воспевать. Самое главное, о чем говорит Швупада, слушать из верного, из правильного источника. Чтобы это по-настоящему питало Леону Бхакти. Зрелыми плодами любви к Богу наслаждаются только те преданные, которые постоянно орошают растоп Бхакти описанным выше способом. То есть только те преданные смогут получить, в конце концов, плод, созревший в лотосный стоп Господа, кто постоянно слушает и воспевает святые имена, и также постоянно слушает и повторяет Бхагавадгита и Шименбхагавада. То есть Бхагавадгита – это непосредственно слова Верховного Господа. И Шименбхагаватам – это слова и самого Верховного Господа, и великих преданных Господа, описывающих Господа. Поэтому это Амала Пурана, безукоризменно чистая Пурана, самая наисчистейшая ведический труд, ведической литературы. Слушая и повторяя такие священные писания, человек очень быстро, даже еще в материальном мире, сможет развить в себе вот этот плод, любовь к Богу. Настолько это важно. То есть Шилупада нам не дал какое-то чтиво, которое так для развлечения ради заполнить свободное время мечты. Он дал нам настоящий рецепт, лекарства, действенный метод, чтобы получить самый драгоценный дар. И вот эти вот книги просто вот так стоят, и нам достаточно просто протянуть руку. Открыть и просто читать. Вот настолько это важно. То есть если мы обозначили себя преданными, то как-то ожидается, что, ну и назвался груздем, полезай в кузов, как говорится. Если мы назвались предными, то и ожидается, что действовать мы должны как предные, как нас учит Шилупада. То есть чтобы в конце концов действительно сделать свою жизнь совершенной и попутно, может быть, даже и другим помочь. Объяснить им важность, необходимость слушания и повторения трансцендентного послания. Вот Шилупада прославлял Бхагавадгиту, Шимин Бхагаватом. Он также говорит о важности чтения других книг. Например, о нектаре преданности он говорит следующее. В книге «Учение Господа Капилы» в 12 главе, которая называется «Общение с Верховным Господом в процессе слушания». Шилупада пишет «Общение с преданными подразумевает, что мы следуем их примеру в своей повседневной жизни и в своем поведении». Еще раз. Что такое общение с преданными? Общение с преданными само собой подразумевает, это обязательно должно происходить, что мы следуем примеру таких преданных, с которыми мы общаемся. То есть означает, что мы должны общаться с хорошими преданными. Если мы с половинчатыми преданными общаемся, то если мы должны подражать их примеру, значит, мы тоже должны подражать иногда быть преданными, иногда быть непреданными. Допускать себе какие-то негодяйские поступки. Нет, имеется в виду здесь, соответственно, общение с возвышенными преданными. И мы следуем их примеру в своей повседневной жизни и в своем поведении. На это указывает слово «тадж джошана» в этом стихе. «Джошанат» значит практика. Великие ачарии прошлого дали нам определенные правила, которые необходимо строго соблюдать. Университеты Европы и Америки тепло приняли наш перевод книге «Нектар преданности», автор которой, Шилуру Богосвами, подробно описывает практику преданного служения. «Нектар преданности» представляет собой исчерпывающее описание науки Бхакти-йоги. «Нектар преданности» полностью и целиком, во всех деталях описывает науку преданного служения. Начиная с самого-самого первого шага. И благодаря чему этот первый шаг происходит. Почему кто-то может начать практику преданного служения, а кто-то не может. Даже это описывается. И как дальнейшие шаги человек может делать. Даже идя по пути преданного служения. Как понимать, что ты идешь в сторону преданного служения, а никуда ты там уже забрел, заплутал. Что является Бхакти, а что Бхакти не является. Все это Рупа Гасвами подробно описывает. Чтобы мы шли с широко открытыми глазами и видели, куда идем. Вот настолько подробно Бхакти-ра-самри-та-синду, «Нектар преданности» описывает науку преданного служения. И далее он описывает, к чему мы обязательно придем, и как это конкретно проявляется. То есть, чтобы мы не подумали, что какие-то показательные выступления сахаджи являются Бхакти. Нет. Это строго должно соответствовать науке преданного служения. И то, что они там кривляются, вовсе окажется и не является преданным служением. Хотя так убедительно. И слезы текут, и то, и сё, и мы можем подумать, ну, наверное, они великие, продвинутые, преданные. Но, оказывается, по некоторым параметрам, очень ключевым, они вообще не тянут на это. Таким образом, мы понимаем, что это всего лишь такое дешевое шоу такое. Шапито такое, заезжие такое. И точно так же в себе можем это распознать. Что-то, если мне показалось, что я даже слезу пустил от умиления, увидев божеств или какой-то сладкий киртан, а потом что-то меня тянет на какую-то греховную материальную деятельность, общаться на какие-то странные темы, не связанные с Кришной, значит, к этой слезинке можно серьезно не относиться. И так далее. То есть, вот это настолько подробная наука, нектар предности, что, серьезно изучая ее, мы поможем, в первую очередь, сами себе, чтобы быть устойчивыми, настоящими преданными, практикующие бхакти, и по возможности великодушно помочь другим искренним предным, чтобы уберечь их от отклонений, чтобы они по-настоящему, наконец-таки, получили то, ради чего они встали на путь предного служения. Чтобы, обозначив себя преданными, они не пришли просто к какому-то благочестию, признанию правительства, богатству, счастливой семейной жизни и так далее. Чтобы они получили бхакти, настоящие бхакти. Именно поэтому дается такое подробное руководство, как нектар предности. Бхакти, продолжает Шилгрупада, не пустая сентиментальность. Это великая наука. И мы должны соответствующим образом подходить к ее изучению. Прямое наставление Ачарии. Мы должны должным образом уделить внимание, чтобы ее изучить, серьезно изучить, что такое бхакти, что является предным служением, что и не является, как правильно практиковать бхакти, в каких случаях оно будет очень хорошо развиваться, в каких случаях большие препятствия встретятся. Все это четко нужно знать. И практически применять. Чтобы овладеть этой наукой, необходимо изучить нектар предности и практиковать бхакти-йогу. Изучить, и потому что изучил, практиковать в своей жизни. Получили руководство из книги Бхактира Самрита Синду, и в жизни это сразу же применяют. Вот так нужно. А чтобы практиковать, нужно сначала изучить, прочитать эту книгу. А именно, жить вместе с преданными, вставать рано утром, читать ведические писания, вкушать прасад, и проповедовать в сознании Кришны. Не психологию, не счастливую семейную жизнь проповедовать, а проповедовать в сознании Кришны, говорит Шелхупада. И если мы будем делать все это, то очень быстро, Ашу, уже в этой жизни сможем добиться ощутимых результатов. Очень быстро. И уже реальных ощутимых, что прямо видишь, что, Господи, был непонятно кем, и даже никогда бы не подумал, что можно быть устойчивым в практике преданного служения, испытывать воодушевление, твердую веру, хорошо понимать философию. А оказывается, по милости, могущество преданного служения, практики преданного служения, это все выполнимо. И это не исчерпывает результат. Это можно все больше и больше усилить свою квалификацию в этом. Или, допустим, в письме Адвайте Шелхупада также прославляет нектар преданности. Письмо было отправлено из Лос-Анджелеса 18 июня 70-го года. Говоря о нашей деятельности в сознании Кришны, хочу тебе сказать в этой связи, что каждый из нас должен читать эту книгу очень внимательно. Во-первых, каждый из нас. Во-вторых, должен читать эту книгу. И каждый из нас обязательно читает эту книгу, должен делать это очень внимательно. Вот эти три составляющие. Вот это то, как Ачария, основатель Ачарии, Шелхупада, говорит всем нам, как мы должны подходить к изучению книги «Нектар преданности». В этой трансцендентно-драгоценной книге содержатся все выводы и утверждения, касающиеся царства Бхакти. И это не пустые слова. Потому что, если читать изначально текст Бхактира Самрита Синду, Шелхупада с вами постоянно одни цитаты из Падма-Пурана, из Ямала-Тантры, из Тойпураны, из Тавупанишада и так далее. Одни цитаты. Вот Шелхупада поэтому говорит, здесь собраны все выводы и утверждения, касающиеся царства Бхакти. Здесь просто собрано воедино. Это прямо как сливки собирают с молока. Самые вкусные. Сливочки такие, знаете. Очень самая вкусная вещь. И точно так же со всей ведической литературы собрали самое вкусное, самое главное, что касается Бхакти. Вот это прямо вот, как, знаете, как энциклопедия, вся нужная информация. Также вот в книге Нектар Привности собрано все самое необходимое. Просто ты читаешь и все сразу без, вокруг да около ходя, все сразу понимаешь, что такое Бхакти. Эта книга сущность всех ведических писаний, которые просвещают сознание Кришны. Тот, кто очень внимательно изучает этот Нектар Привности, тот, кто очень внимательно читает этот Нектар Привности, изучает этот Нектар Привности, получит все необходимое. может, в тихий режим, переводите, пожалуйста. Там есть режим Do Not Disturb, такой D&D. Так вот, тот, кто очень внимательно изучает этот Нектар Привности, получит все необходимое руководство в Культе Бхакти. То есть, просто внимательно изучает и получит все вопросы, как правильно практиковать предное служение, что делать, что не делать. Это просто очень драгоценная книга в этом смысле, чтобы получать самый высочайший дар, который можно обрести в жизни человека, любовь к Богу. Поэтому нужно обязательно обсуждать некоторые разделы этой книги во время храмовых классов. Шалпада прямое наставление дает, чтобы в храме обязательно также проводились классы по Нектару Предности. А чтобы проводить такие классы, те, кто дают такие классы, должны очень хорошо знать эту науку, чтобы суметь ее объяснить. Не то, что он заучил, что сказать, а потом начались вопросы, и он начал плавать. Потому что на вопросы он уже не умеет отвечать, он не знает деталей. То есть, человек должен быть по-настоящему образован, он должен изучить эту книгу, изучить комментарии Ачарьев, Мишанатачи Краварти Такура, Дживы Гасвами. Давали комментарии к Нектару Предности. И они проясняли подробно, как это понимать, как это применять и так далее. Шалпада много лекций дал по Нектару Предности и так далее. И он, в частности, хотел, чтобы это происходило в каждом храме. Во время храмовых классов изучались определенные разделы. Особенно самые первые. Конечно, вот эти последние разделы, где там проявляются, описываются чистая любовь Бога, раса и так далее. Это пока еще преждевременно. Это просто очень теоретически для нас обусловленных живых существ будет. Но вот эти самые начальные, первый раздел Нектара Предности, который описывает практику предного служения, что необходимо делать, процесс очищения, и вот все вот эти стадии описывают, это нужно очень серьезно изучать, чтобы быть образованным, преданным. Не просто сентиментальным харибольщиком, а очень философски подкованным. Все наши ачарии были очень хорошо философски подкованы. Все писали комментарии к Шимет-Бхагаватам, Бхагава-Днити, очень были великими учеными. И вот представьте, вот знаете, идет наша парампара. Не все будут парампара перечислять, а просто вот самые такие относительно не так далеко отдаленные в истории. Вактенот-Токур, великий ачария, сколько написал трудов. Вактиседан-Сарасвати, тут уж вообще просто дальше комментарии не следует, можно не давать, насколько он был великим ученым. Шил-Дру-Пада, допустим, мой гуру Махарадж, каждый преданный просям Махарадж, тоже допустим, пишет книги, дает лекции там и так далее, и потом и я. И что это за парампара такая, что такие глыбы в сознании Криши, потом опа, и я такой не очень, непонятно кто. Вообще такого не должно быть, чтобы человек так вот как в луже севший подумал, а я чего. Каждый должен быть очень хорошо философски подкован. Поэтому Шил-Пада многократно говорил о необходимости изучать, и причем не просто самостоятельно изучать, а делать это так, что когда в живом обсуждении преданные беседуют и обсуждают какую-то тему, и каждый, соответственно, как-то уже обладая серьезным глубоким пониманием по этому вопросу может делиться, цитировать, ссылаться, то это получается очень такая питательная среда, качественная, где можно с большим интересом обсуждать эти вопросы с большой пользой, это означает, закончив это обсуждение, вдохновленным, там, сказать, идти или ехать домой, чувствуя наполнение, наконец, я получил много ответов на эти вопросы, и с большим удовольствием приехать снова на такое обсуждение. Вот такие должны быть обсуждения между преднами. Швабрапада подчеркивает, каким образом, если мы обсуждаем, если мы проводим классы, если мы ссылаемся на его книги, в первую очередь Бхагавад-гиды, как это должно происходить. Швабрапада пишет в письме мистеру Дэн-Нани, это иранский мистер, в Тегеране 14 марта 75-го года. Большое вам спасибо за то, что вы читаете и высоко цените мои книги. Пожалуйста, продолжайте это делать как можно больше и почаще посещайте наш храм в Майами. В своем письме вы упомянули, что до этого вы прочитали много других переводов Бхагавад-гиды, но ни одна не раскрылась вам так, так глубоко, как Бхагавад-гиды, как она есть. Причина в том, что мы, как автор Шилпада про себя смиренно говорит, никак не меняем истинный смысл гиды. Из-за недостатка знания многие, кто ее комментировал, искажали текст Бхагавад-гиды, меняя его значение ради своих личных мотивов. Однако мы так не поступали. Мы представили ее в точности такой, как она есть, ничего не добавляя и не выкидывая. Это во всех отношениях совершенно. Поэтому она оказывает такое огромное влияние по всему миру. То есть какой-то обрубок Бхагавад-гиды, если представляет что-то там отрезанное, выкинутое, или что-то нарощенное на нее, что по сути дела является материальным и обусловленным, то это уже не будет иметь такого эффекта. Но если оставить все как есть, передавая истинный смысл, что на самом деле и хотел сказать Кришна в этих словах, тем самым мы изучаем комментарии предшествующих ачарьев, в первую очередь Шалгопады, и ссылаемся на эти стихи, повторяем эти стихи, цитируем эти стихи, приводим их как доказательство, в том же ключе, в каком они комментируются ачарьями, то это будет истинным представлением правософии сознания Кришны. Это во всех отношениях совершенно продолжает Шалгопада, то есть это означает передавать ее мнение, ее послание, ничего не выкидывая, ничего не добавляя, это во всех отношениях совершенно, поэтому она оказывает такое огромное влияние по всему миру, изначальные слова Кришны имеют ни с чем не сравнимое могущество, ни с чем не сравнимое, это значит любая другая книга такого же огромного эффекта не возымеет, как настоящая неизмененная Бхагавадгита. Никакая книга, никакое послание не может сравниться с Бхагавадгитой, имеется в виду неизмененной Бхагавадгитой, в частности, Бхагавадгита, как она есть. Ни одна книга не возымеет такого могущественного изменения в личном жизни человека, в смысле в его собственной жизни, и также общественной глобальной. Именно Бхагавадгита поскольку это послание верховной абсолютной непогрешимой личности Бога. Его слова обладают таким могуществом. И нам нужно не умствовать, не выдумывать, а просто повторять то знание, которое говорит Кришна, расставлять те же самые акценты и не привнося туда ничего своего. Как говорит Шалурапада, солнце не нуждается в том, чтобы его освещали при помощи лампадки. Солнце достаточно сиять самостоятельно и все вокруг будет светло. Не нужно помогать солнцу своей куцей и лампадкой пытаться осветить. В этом нет необходимости. Так вот, изначальные слова Кришны имеют ни с чем несравнимое могущество и каждый, кто достаточно удачлив слушать эти слова и пытаться применить их в своей жизни, достигнет совершенства. удачливость человека заключается в том, чтобы слушать эти слова, которые доносятся до него без изменений. Это первый аспект удачливости. И второй аспект удачливости не просто послушать и потом пойти жить в своей жизни, а применить эти слова Господа в своей жизни. Попробовать применить это знание, чтобы дай-ка я применю и посмотрю, как это изменит мою жизнь. не просто дай-ка я посмотрю даже, а это прямое наставление Верховного Господа. Это касается меня лично. Вот каждый стих по сути дела, по крайней мере, каждый ключевой стих Бхагавадгита, если уж так вот важно, не каждый стих, по крайней мере, точно каждый ключевой стих касается лично меня. И я должен вот с таким с такими моментами, с такими деталями, с такими тонкостями, которые обозначает Кришна, так и применять это знание для того, чтобы улучшать свою духовную жизнь, свою практику и сознание Кришны. И что же дает, мы уже много раз слышали от Шилапрупады, что нужно внимательно читать его книги, втенчиво, очень серьезно подходить. Что же дает внимательное изучение Бхагавадгиты? Давайте послушаем Шилапада, как он объясняет это. В своей лекции по Бхагавадгите 2.14, которую он дал в Германии 23 июня 74 года, Шилапапада говорит, поэтому постарайтесь понять Кришну, его миссию и его деяние. Просто приложите усилие, чтобы понять, кто такой Кришна. Приложите усилие понять, в чем состоит миссия Господа, когда он нисходит в материальный мир, и трансцендентную природу его деяния. Просто постараться понять это. Он продолжает, они, все вот это описано в форме истории. Неужели это сложно? Мы так много чего читаем, исторические книги или жизнеописания каких-то там предводителей, политиков. Здесь-то то же самое, то же усилие направьте на то, чтобы понять Кришну. В чем сложность? Кришна проявляет себя через много деяний, поскольку вы способны понять деяния Кришны. А если вы способны понять деяния Кришны, тогда ваше нынешнее тело последнее. На какой стих он ссылается здесь? Не десять. Не совсем. Очень известный стих. Четыр десять. Ну и как он звучит? На макарма чамедилиям. На распех. На распех. На макарма чамедилиям эвам юбетти татва таха тьятва дехам пунар джанма най тимам мэ тис сур джуна. Спасибо. А если вы способны понять деяние Кришны, тогда ваше нынешнее тело последнее. Тятва дехам пунар джанма оставив это тело пунар джанма найти следующего нового рождения и просто не будет. Оставив вот это тело. То есть это последнее тело получается. Мам эти и ко мне приходят. Это четыре десять. Все правильно. Как только вы оставите это тело, вы отправитесь к Кришне. Почему бы не принять этот простой метод? Мы описываем деяния Кришны в восьмидесяти книгах, имеется в восьмидесяти томах суммарно на тот момент 74-й год. Если вы просто читаете одну книгу, этого тоже будет достаточно, как например эту книгу Бхагавад Гиту. Если вы очень внимательно читаете, что в ней написано, кто такой Кришна, каковы деяния Кришны. Вы читаете очень много книг, но просто постарайтесь понять одну книгу. Подтверждено. Швупада, кстати, в лекции в 76-м году в Майапуре там вот эти ящерицы черепают, знаете, звук такой создает, и он произносит confirmed, подтверждено. поверье среди индусов есть. Ну, в русских есть. Когда чихаются, это подтверждается. Так вот, вы читаете очень много книг, но просто постарайтесь понять одну книгу Магавад Гиту, и вы достигнете освобождения. Такой простой метод. Вот просто постараться хорошо изучить Магавад Гиту и досконально ее понять очень глубоко. И все этого уже достаточно, чтобы больше не рождаться в материальном мире и вернуться домой назад к Богу. Это говорит Шилгрупада, основатель Ачали. Поэтому это движение сознания Кришны очень серьезное движение, предназначенное для блага всего человеческого общества. Как например, вы слушаете о Кришне, наставление Кришны, Магавад Гиту. Если вы просто слушаете, вам все откроется. Все откроется само собой. Даже просто слушай, но внимательно слушай. Имеется в виду не просто послушивая какую-то музыку. Я своими делами занимаюсь, а своим думаю. Просто чтобы не чувствовать себя одиноко дома, я что-то включаю. Чтобы телевизор говорил, и я не чувствую, что я один дома. нет, имеется слушая и внимательно желаю понять. Шушрушок Шредадхана Ся Васадева Катха Ручи И Сян Мага Цивая Вит Прага Пу Нитир Тхани Шевана Именно должно быть Шушрушок Шредадхана Ся Сверой Вот это Шушрушу Желание услышать Сверой Желание разобраться Желание прояснить А Вот это вот так оказывается А как вот это понять Живой интерес должен быть Когда мы слушаем Чтобы Для того чтобы это было полезно и ценно для меня Я не просто слушаю а сам при своем мнении остаюсь Нет, я слушаю и принимаю А если что-то непонятно я задаю вопрос и так далее Вот такое должно быть активное слушание Если вот мы так слушаем то все откроется все откроется само собой говорит Нашвакарупада Настолько важно слушать ту же самую Бхагавадгиту или книгу в которой описано деяние Господа и его явление Как эта книга называется Кришна Верховная Личность Бога Просто распространяю эту книгу людям на улице Мы им даем возможность просто услышать о Кришне И поскольку это не просто о Кришне а еще добавлено очень гармонично объяснение великого Вашнава Швакарупада то просто было отправлено снятие Швейши ему достаточно купить и Швейши присоединиться присоединиться Ну 15 марта особенно особенно для девушек в смысле для всех снятие этого просто вообще ничего нет если не изучать серьезно книги шлопады и он частности поскольку письмо икаяни вайшнаве он говорит особенно для девушек чтобы вайшнаве не чувствовали себя да мы такие ладно пусть прабу там серьезными вопросами занимается мы тут так на подхвате нет они тоже обязательно должны серьезно изучать книги его серьезно изучать значит серьезно разобраться и все понять это очень поможет вайшнаве в частности как говорит шлопад это очень большое благо это абсолютно необходимо также это помогает по-настоящему понять все заключения нашей вайшнава ситханты и как результат утвердиться в сознании кришна утвердиться это означает чтобы мы не чувствовали чтобы мы преданные выходного дня что мы иногда предные иногда мы не преданы чтобы мы настолько утвердили сознание кришна все это всегда отождествляем самоидентификация нас это я вайшнав я преданный кришну пусть как сказать еще зеленая манга но я все равно это токио не хочу стать в конце концов и другие карьерные возможности и так далее меня не интересует то есть кем я хочу доказать стать так сказать быть доказать миру кто я такой утвердиться в сознании кришны это вот вот это состояние я хочу стать преданным кришну шлопада в письме кришна деви другой вайшнаве тоже отправленного через два дня уже из лос-анджелеса 17 февраля 70 года пишет читань чаритамриты говорится нельзя пренебрегать ситхантой потому что заключение ситханты позволяет человеку утвердиться в сознании кришны эти выводы эти выводы на основе ситханты приводятся во всех моих книгах юноши и девушки нашего общества в сознании кришны должны уделять больше внимания тщательному изучение книг больше внимания то есть он знает что они уже уделяют внимание какое-то но он указывает что этого недостаточно нужно уделять еще больше внимания именно тщательному изучению не читать на скорость так одну главу бога где-то в день ну простите там есть такие стихи которые можно читать и долго думать над тем чтобы разобраться что это означает не иногда в некоторых случаях не получится одну главу бога битых день или там какой-то законченный раздел какой-то книги иногда не получится просто да вот мы собираемся с преданными читаем допустим кришна источник вечного наслаждения и одну главу получается несколько дней целую главу не пройти такие такая глубокая там философия чтобы все раскрыть все объяснить и тогда именно тщательно нужно но больше шелпада призывают а чтобы обрести силу необходимо в обязательном порядке ежедневно повторять 16 кругов начетка чтобы иметь такую твердую убежденность следованию вот этим предписаниями в частности изучать тщательно философию нужно обязательно ежедневно повторять минимум 16 кругов начатка тут же шелпада рецепт дает где взять силы вы мечу то не хватает времени вы что-то я забыл и так далее вот шелпада тут же лекарство дает так когда таким образом преданный постоянно занят служением сознания кришны кришна изнутри даст разум чтобы совершать уверенный процесс прогресс сознания кришны когда предный со своей стороны все вот таким образом делает кришна тут же отзывается сердце он также тут же подсказывает идет по сути дела предного по пути предного служения так что предный очень уверенно идет и достигают больших высот предного служения это это просто гарантированно это сам кришна обещает как стих звучит 10 10 10 говорит тем кто сатата югтанам постоянно и в нашем случае ежедневно и регулярно занят предным служением и баджатам прийти пурвакам поклоняется служит не с любовью и преданностью и в нашем случае это значит уделяя внимание строго выполнять правилам предписания предного служения то есть выполняет то что нравится кришне таким образом мы демонстрируем свою любовь ему делая то что он от нас просит то дадами будхи йогам там так такому предному который так делает на регулярной основе и серьезно я даю разум при помощи которого такой предный может ко мне прийти это лично кришна прямо обещает заявляет что как он относится к таким предным и на этот стих шевупали ссылается кришна изнутри даст разум чтобы совершать уверенный прогресс сознание кришны и если этого не делать если такой подход не не иметь в своей духовной жизни давайте послушаем какой сценарий тогда произойдет в своем письме сад сарупи которые швупада правил из нилора 5 января 76 года пишет да твоей первейшей обязанностью будучи саньяси и представителем gbc является ездить по храмам и так сказать какие-то правила и ограничения санкции вводить первейшей обязанности нет он говорит первейшей обязанностью если ты саньяси и тем более представитель gbc является чтение моих книг это первейшая обязанность а иначе ты будешь а иначе как ты будешь проповедовать задается вопрос а шва palavra глубокое понимание философии необходима для того, чтобы сохранять устойчивость в сознании Кришны. Если мы хотим устойчивым быть в сознании Кришны, нам просто жизнь необходима. Вот как для того, чтобы в теле было силы, нам необходим воздух дышать, нам необходима питьевая вода, нам необходима еда, чтобы это тело функционировало, продолжало. И точно так же для того, чтобы сохранять устойчивость сознание кришной нам обязательно жизненно необходимо иметь глубокое понимание философии создания кришны вот просто без этого никак это никакого предназлужения практике просто не получится если не изучать философии создания кришна это может быть допустим чтение книг швопаты и как минимум слушание лекции швопа как минимум как самый самый минимум если вдруг там больше так очень прям уж сильно занял просто обязательно человек должен просто на ежедневной просто не не заснуть если он это не сделал вот так в противном случае говорит швопада все превратится в сентиментальные чувства то есть это будет джарь харибол там слезы говорить о сердце мягкости сердца все это в сентиментальные чувства превратится если нет глубокого изучения философии когда бы у тебя не появлялась свободное время говорит швопада читай мои книги вот просто появилась дай что-нибудь поделать может футбол пойду поиграю там настольный теннис или во что-нибудь там фильм скачаю посмотрю ну или еще что свободное время есть как-нибудь как вот предные тут недавно обсуждали как так сказать вы отдыхаете вот швопада говорит появилось свободное время читай мои книги вот это вот самый лучший способ который ожидает от нас основатель ачарь очень интересный момент как швопада сам лично демонстрировал своим собственным примером показывает что он сам вовсю с удовольствием слушает шамид бхагаватам бхагават гитру то есть иногда подсознательно мы думаем ну это уж так сказать солнце не нуждается в освещении там светильника зачем швопаде могучему глыбе на так сказать ачаре слушать шамид бхагаватам бхагават гитру им же написаны и чьи-то объяснение но дело-то не в том чтобы слушать чтобы что-то новое узнавать иногда мы относимся в таком вот знаете в неком таком влиянии страсти что если что-то рассказывать должно что-то новое звучать нет это просто мы это как пища ежедневно мы каждый день кушаем хлеб каждый день пьем на тот же самый напиток тот же самый рис едим не то что ой вчера я ел сегодня не буду есть я вот например рис или борщ могу каждый день есть каждый день и вообще не это никакого так сказать пресыщение нет шоупада то же самое демонстрировал это он описывает в своем письме гупи джана валабхи который отправил из в риндауна находясь в риндауне он описывает чем он занимается в риндауне письмо написано 19 сентября 74 года ты обязан следить и по всей видимости гупи джана валаба занимал какое-то административное положение раз он обязан следить шоупада говорит ты обязан следить чтобы они смысле другие преданные следовали регулирующим принципам живущие в храмы четырем запретом а также практике предного служения то есть рано вставать совершать омовение наносить тилоку посещать мангаларати повторять 16 кругов джапы и посещать класс шиманбагавата это обязанность всех моих инициированных учеников занимают ли они высокое положение или являются рядовыми преданными чтобы подать четко прояснил все его инициированные ученики обязаны это делать и соответственно следующем поколении ученики ученики учеников шоупады они не получены каких-то новых наставлений вообще в нашем движении нет такого понятия как высокое или низкое положение все являются преданными поэтому от каждого ожидается что он будет следовать практике предного служения и дальше он говорит о лично о своем опыте что чем он занимается он ведь тоже оказывается практикует ежедневная практику преданного служения здесь во вриндаване я наслаждаюсь тем как мои ученики дают лекции он сидит там среди всех преданных кто-то из уничков дает лекция он сидит и с удовольствием слушает сам шоу группами во вриндаване каждый должен посещать классы дважды в день это значит нашим богатом утром и вечером на бога виду и соответственно каждый кто поддерживает организовывает деятельность храме должен предоставлять такую возможность президент и вообще администрация храма должны устроить так чтобы в храме были эти дважды день лекция чтобы было утром шим и богатом и вечером пока где-то там ли что не читали дают и нектар предности на как мы говорим выше ну либо до либо после коварате как как там решат в утреннее и вечернее время не должно быть никаких других дел кроме киртона воспевания танца и очищения вот утреннее время предназначен для это и вечернее время предназначен тоже для это а какая-то активная деятельность зарабатывание административные решения вопросов этот днем можно делать а не утром не вечером никакие там телефоны не звонки ничего вот именно вот мы собрались мы поем харе кришна не отвлекаясь мы обсуждаем философию не отвлекаясь вот именно для этого предназначен это время говорит чего попали не пытайся быть парамахам сэй обращается шелпаде вот к этому предному а полагая сейчас мне уже не нужно слушать чем и бхагаватам и бхагавадгиту не пытайся стать лучшим парамахам сэм чем твой гуру махарадж я сам прихожу и с наслаждением сижу и слушаю их лекции киртаны шлопада про себя говорит то есть шлопада не брезговал этим сам этому следовал потому что эта практика то чем необходимо заниматься так что если я сам это делаю то и ты должен это делать здесь шлопада обращаться каждому предному в первую очередь имеют занимающие какое-то административное положение имеющий право говорить другим что делать что не делать кого запрещать кого разрешают соответственно сам в первую очередь должен приходить каждый день слушать классы чем бхагаватам и бхагавадгиты то что появляться там для каких-то уже конкретно практических вопросов вот это атмосфера который в идеале должна быть в любом проповедническом центре или храме движения сознания кришны любой продолжает шлопада любой может стать первоклассным проповедником просто впитая в себя комментарии из моих книг там есть все цитаты вся философия там есть все если ты так и будешь делать то все будут очень довольны твоими лекциями вот это очень короткий совет как давать хорошие лекции презентации объяснения философии сознания кришны чтобы стать первоклассным проповедником нужно впитать в себя комментарии из книг шлопада впитать это означает ими пользоваться ты впитал знаете как губку впитала вода потом ее нажимаем из нее это вода и выходит то есть соответственно проповедник впитывает комментарии шлопады и когда он объясняет он ими делится и то что он впитал одно выдает что-то другое то есть нужно изучать нужно слушать шлопады систематически и когда у нас есть возможность что-то говорить мы этим же и делимся не чем-то подмененным потом и шлопады говорит в его комментариях есть все цитаты вся философия он очень много ссылается на разные шлоки то есть просто изучая его комментарии систематически многому моментов можем уяснить и говорит если мы так и поступаем то все будут очень довольны твоими лекциями потому что что по сути дела что сказал шлопада этот предный просто впитал и этим же и поделился ты все равно что сам шлопада говорит и естественно все предные будут довольны потому что это неизмененная философия философия как она есть как богат гита как она есть что получил от шлопады без всяких измышлизмов то же самое передал вот такими должны быть лекциях и ради которых предные не побрезгуют два часа ехать в один конец чтобы услышать такую замечательную лекцию а для этого нужно очень серьезно подходить к изучению философии осознания кришны и шлопада отметил что обязанность лидеров самим очень серьезно относиться но также чтобы они следили чтобы и другие преданные читали книги это обязанность таких лидеров например в своем письме рупануги очень известное письмо семьдесят второго года девятого мая который отправлен из гуна лугу гавайи шлопада пишет сейчас я вот еще в семьдесят втором году шлопада писал тогда сейчас уже шлопада хотел сконцентрироваться на том чтобы мы сделали наших преданных сознающими кришну а также стали сознающими кришну сами нам не нужно сильно переживать у расширения нашего движения то есть нам не нужно чтобы много-много люди приходили проводить такие большие программы где сотни людей приходят и так далее и чтобы так сказать больше было новичков уже в семьдесят втором году шлопада сказал все хватит у нас достаточно давайте им уделим внимание пусть они станут образованы нам не нужно сильно переживать и расширение нашего движения при этом не имея духовного содержания если мы расширяем движение но духовного содержания нет то это получается к это пустышка в итоге это увеличивается в размере но ничем не нам не наполнено это какой-то фарс какой-то когда кипятишь молоко она становится все гуще и вкуснее сейчас займись этим кипяти молоко сейчас это значит еще семьдесят втором году это уже следовало было делать это означает сейчас мы вовсю должны продолжать это делать конечно неизбежно благодаря проповеди потому что мы выполняем наставление шлопады про сними в книге будут продолжать приходить новые люди это неизбежно но процесс кипячения молока уже во все должен идти это означает те кто уже преданные практикующие преданы им нужно уделять первейшее внимание чтобы они становились более качественными преданными чтобы они глубоко изучали философии сознания кришны и в частности шлопада говорит своим представителям лидером следите за тем чтобы вот это те кто не не хочет быть молоком пусть она как сыворотка улетает что такое кипятить молоко давайте посмотрим сама аналогия очень очень классная аналогия очень хорошие когда макия кипятим выпариваем молоко там она упаривается за счет того что сыворотка улетучивается а то что на самом деле молоко она остается в итоге собираются она все гуще и гуще и меньше меньше сыворотки и применяют аналогия для общества сознания кришны те кто не хочет не считает что он действительно серьезный преданный пусть создадутся такие условия в движении сознания кришны как вот нагревание невыносимые для сыворотки условия сыворотки не усидеть теперь в кастрюле она вынуждена испариться точно также движение сознания кришны должны быть созданы такие условия чтобы те люди которые не хотят быть в кавычках молоком они просто улетучились подобной сыворотки пусть они уходят им значит не место движение сознания кришны либо если ты считаешься предным оставайся молоком и тогда уж оставайся молоком проявляет свои качества предного если ты сыворотка ну вот лети тогда испаряйся должны быть созданы такие условия чтобы этот процесс кипячения молока происходил они просто чуть что так сразу аппарат хами пугают и там слова не скажи нет это совершенно противоположная атмосфера должна быть создана не вот эти вот страшилки пугалки все ходят забитые и в невежестве нет это не такое настроение должно быть должны быть созданы такие условия что тот кто не хочет катись тот кто хочет оставайся будь качественно преданным цельным сгущенным и поэтому вкусным качественным молоком вот такие условия должны быть созданы это не вопрос сентиментальности мягкие мягкости сердца джаев хариболов и так далее это уже вопрос серьезный еще 72 году в письме хамсадути который он отправил из лос-анджелеса 22 июня 72 года пишет сейчас я все больше склоняюсь к тому чтобы отойти от дел и продолжать свой перевод шамин бхагавата это значит что теперь вы все лидеры особенно члены gbc обязаны стать очень ответственными и выполнять всю мою работу по тому же стандарту то есть шампаду хочет отойти но вот эта работа должна продолжаться на тут по тому же стандарту и он передает эту работу вот этим лидером чтобы они точно также также качественно с такой же ответственности продолжали это делать чтобы так сказать уровень не терялся и далее он говорит следующее поэтому я хочу чтобы особенно вы особенно вы лидеры глубоко погрузились в философии бхагават гитрящим и два года он это прямо говорит для того чтобы сохранять вот это внешнее казалось бы предное служение по тому же стандарту который совершал швупада до этого и теперь он хочет отойти вот эти кто его заместят чтобы иметь возможность продолжать по тому же стандарту нужно глубоко погрузиться в философию бхагават гитрящим и два года только это поможет сохранять вот это служение на том же стандарте если глубоко погрузиться философии с бхагават гитрящим и два года и такие лидеры замещающие швупады должны стать полностью в ней убежденными и избавиться от всех сомнений то есть они не должны давать такие лекции демонстрирующие что они сами-то толком не верят не бхагават гиту не шимет бхагават а несут какой-то чушь который якобы помогать преданным лучше чем то что говорится по голове дешевым они сами должны утвердиться в этой философии обладать вот непоколебимой верой быть полностью убежденности и убежденными избавиться от всех сомнений вот это первейшая обязанность чтобы сохранять вот этот служение который дал им швупада на том же по тому же стандарту находясь на таком уровне вы сможете надлежащим образом продолжать выполнять эту работу поскольку если не достает знания или что-то не помнишь то со временем все испортится швупада предсказывал если не достает знания или что-то не понимаешь со временем обязательно будет начать портиться это уже будет не тот стандарт не то сознание кришны который ожидал швупада который он предполагал это это неизбежно это уже предсказывал швупада это он предсказывал как мы так что особенно вам имеется виду лидером особенно вам нужно побуждать преданных читать мои книги в течение дня как можно больше то есть если вместе вообще целый день свободен целый день и читай книги если объективно тебя не требуется каких-то практических дел вот сиди читать книги целый день как можно больше причем вдумчиво стараясь разобраться то есть нужно побуждать преданных читать вот таким образом книги объяснять и как понимать прочитанное объяснять этим преданным то есть какие-то систематическое изучение техник организован должен какие-то лекции класса какая-то образовательные программы то есть как иначе объяснишь нужно что-то устроить для этого и вдохновлять их изучать с разных углов зрения то есть разных углов зрения означает найти комментарии предшествующих отчаев посмотреть как они объясняют не из каких-то новых вздорных углов зрения нет он имеет ввиду а именно как то же самое философию на самом деле как она многогранна и при этом авторитетно а не выходит за рамки дозволенного и когда 1 1 тот же самый шлок у тот же самый стих ты узнаешь все новые новые грани авторитетные грани это становится очень вкусно очень привлекательно это начинает же живая шлока начинает быть таким образом если мы всегда занимаем свой язык служение господу либо обсуждая нашу философию либо повторяя харе кришна то кришна сам явит нам себя и мы осознаем как все делать должным образом если по не мы хотим понять как все делать должным образом в продвижении миссии сознания кришны в практике преданного служения в том как помогать преданным то нужно заниматься вот этой деятельностью в речу эта деятельность основана на изучении книг шелопопада на регулярном и серьезном думчем изучении и это в первую очередь будет касаться лидеров потому что на не будет и и и уже лежит ответственность принимать какие-то решения причем те решения должны быть правильные невздорные продиктованные вене там сказать демократии или требованием каких-то дурацких законов там и так далее или как это вот политически выгодно сейчас нет принятие решения вот этими лидер будет не на основе там замять какие-то проблемы и так далее не будут основаны именно на философии сознания кришны и как результат они будут максимально духовно действенны и полезны и для всех преданных для общества в целом не для них самих как часть этого общества сейчас у нас так много учеников и так много храмов корид шелопада уже в семьдесят втором году шелопада говорит уже у нас много учеников и уже очень много храмов однако говорит он я боюсь что если мы будем так сильно расширяться уже всем сторон году уже шелопада переживал что если мы будем продолжать также сильно расширяться то мы ослабнем и все постепенно сойдет на нет как например молоко если его все больше разбавлять водой чтобы обмануть покупателя то в конце концов она просто уже перестанет быть молоком мы предположим молочник надоел условно говорят 20 литров молока у него 20 литров молока можно долить просто воды и получится 22 литра молока и уже за два дополнительных литра получить какой-то дополнительную выгоду ему понравится ух ты какая идея интересная дамка еще два литра добавлю можно сказать практически давайте не знаю откуда вы куда вы жарите и на столбусе и ну как там 6 и 8 на стоянки подъезжает мотоцикле и сбоку две водеи с сен с молоком он такой остановился поехал такой вот шелпада говорит что если вот так вот бесконечно добавлять то это уже просто не молоко мутная водичка такая будет которая даже уже и молоком не назовешь это то что будет происходить если стремиться расширять движение сознания кришны но не следить чтобы внутренне уже кто внутри сознания кришны оставалась молоком если просто наполнять неофитами которые не меняются то тогда коэффициент полезности такого движения будет смещаться в сторону вот этих неофитов их будет больше статистически чаще их мнение будет звучать их материалистические идеи чаще будут звучать и вот своим количеством они задают искренних преднов таким образом в движении сознания кришны должны быть созданы такие условия чтобы человек менялся и оставался молоком если он не хочет меняться пусть как сыворотка улетает пусть это будет настоящее кипячение молока добавление жидкости ненужной это наоборот это что не хотел шелпада хотел чтобы ненужная жидкость как сыворотка улетала а если мы наоборот ее добавляем это вообще полное противоречие тому что хочет шелпада запомните так вот шелпада говорит что она просто уже перестанет быть молоком такое молоко и как результат если мы пытаемся втюхать покупателю покупать и в конце концов разочаруется он перестанет у нас молоко и молочные продукты покупать если это уже все менее менее качественная молочная продукция лучше сейчас семьдесят втором году лучше сейчас очень усердно уваривать молоко чтобы она стала гуще и вкуснее это самый лучший метод так что давайте сосредоточимся на том чтобы тщательно подготовить наших предных в сознании кришны на основе наших книг аудиозаписей и постоянных обсуждений философии наставляя их разными способами в правильном понимании это желание шелпопада он не хотел расширяться чтобы было допустим предположим сейчас пять тысяч последователей давайте сделаем десять он никогда не ставил себе такую цель он ставил у нас есть десять тысяч неофитом давайте сделаем я сказал десять тысяч да давайте сделаем десять тысяч серьезных предных как минимум уровня мады мады кари пусть эта жиденькая водичка станет настоящим молоком вот это желание чали и в этой связи всплывает серьезная глубокая жизненная необходимость систематического обучения по сути дела систематического вайшнавского образования всех уже существующих вайшнавов это должно быть вообще просто обязательной необходимостью это будет толком можно сказать не храм и не проповедничный центр если там нету систематического обучения куда предные постоянно могут приходить и просто и вот происходит вот это движение люди учатся чему-то практически они понимают глубже как понимать вот эти аспекты философии как их практиковать и чего нельзя делать при этом что не является вообще преданным служением что пусть это как сыворотку летает то что не является преданным служением пусть остается настоящее молоко то же самое так называемом количестве во вред качестве швопада пишет в письме со цварупи отправленному из лос-анджелеса 16 июня 72 года он пишет ты упомянул что сейчас тебе хотелось бы почаще давать лекции однако в первую очередь нужно проповедовать преданным швопада прямым текстом пишет в первую очередь нужно проповедовать преданным а не вот эти вот залы гикающих заинтересовавшихся новичков вот некоторые считают себя мне больше нравится быть вот таким вот просветителем просветительские лекции давать вот я так сказать выхожу и рассказываю людям там о том что это такое там сказать и так далее швопада прямо говорит что в первую очередь нужно уделить внимание чтобы просвещались духовно просвещаясь и становились настоящим цельным молоком преданы а не вот эти вот новички новички естественно придут преданные продолжают распоснять книги искренний человек если он таково есть потенциально способность стать в кавычках вот таким цельным молоком он сам найдет преданных он сам вдохновиться кришна его направит дадами будхи йогом там да даст ему направление встретиться с уже практикуем практикующими преданными нужно заботиться чтобы в первую очередь поддерживать преданных швопада прямо говорит лучше поддерживать преданных преданного чем пытаться убедить других людей стать преданными то же самое мысль говорит лучше поддерживать тех кто уже преданны чем пытаться убеждать каких-то новых людей стать преданными сразу приоритеты объясняет письмо социорупи лос-анджелес 16 июня 72 года это не голословно я зачитываю слова швопада обязанность gbc поддерживать поддерживать швопада подчеркнул поэтому для себя тоже в переводе подчеркнул поддерживать преданных держать их на высоком уровне сознания кришны давай им ценные наставления это обязанность gbc не переодеваться в костюмчики там и танцевать на сцене под ручку там с кем-то или там переодеваться в костюме gbc и так сказать в кармической одежде быть просветителем это не обязанность gbc это просто человек напрасно тратит время и не делать то что он должен делать вы помните позавчера мы обсуждали выполнять свои обязанности пусть даже несовершенным образом лучше чем чужие обязанности совершенно почему потому что ты не выполняешь что что ты должен делать и это уже в том смысле там описывалось как греховно и ты делаешь то что ты не должен делать и в этом смысле попросту тратишь время то есть человек не должен делать то что не должен делать а пусть делать то что просит швопада Это обязанность GBC, в частности, Шалпада говорит. Говальник боди комиссион. Так вот, поддерживать тут уже существующих предных, и пусть уже они выходят проповедовать и делают новый предный. Это не обязанность вот этих старших предных, GBC и так далее, гоняться за новичками, заявлять, что ты просветитель. Нет, пусть вот эти молодые предные с книгами выходят и приглашают людей в храм, а там ими уже займутся, им будут давать настоящее сознание Кришны, а не какую-то чушь несусветную. Так Шалпада распределение ролей. Молодые предные выходят на улицы с книгами, они приглашают новых людей, а серьезные предные, тем более уровни GBC, должны поддерживать уже существующих предных. Сейчас снова повторяю. Лучше поддерживать преданного, чем пытаться убедить других людей стать преданными. Обязанность GBC поддерживать выделено преданных, поддерживать предных, держать их на высоком уровне сознания Кришны, давая им ценные наставления, и пусть уже они выходят проповедовать и делают новых преданных. Вот так же вы подоговорили. Это письмо соцварупе. А, 16 июня. 16 июня 1972 года, отправленное из Лос-Анджелеса. Мы пока это еще разбираем. Твоей первейшей обязанностью, то есть, лидера GBC, соцарупа тогда был в GBC, в смысле любого такого калибра преданного, твоей первейшей обязанностью является заботиться о том, чтобы каждый преданный в твоей зоне, за которую ты отвечаешь, регулярно читал наши книги и глубоко обсуждал прочитанное с разных точек зрения, чтобы они так или иначе усваивали понимание и философию сознания Кришны. Вот приезжает GBC, приезжает какой-то региональный секретарь и так далее, он должен следить, чтобы каждый преданный, не только те, кто легкодоступные в храме живут, им некуда деться, соответственно, их можно поймать и спросить, чтобы они изучают философию сознания Кришны, а вообще каждый преданный, который по домам живет и так далее, каким-то образом выяснить и следить. Нужно, как сказать, пусть разум получит от Кришны, как это сделать практически, но нужно следить за тем, чтобы каждый глубоко изучил, читал каждый день книги. Каждый преданный в твоей зоне, за которую ты отвечаешь, регулярно читал наши книги, это первый момент, набираясь этой философии, и потом на основе того, что он нам получил, глубоко обсуждал прочитанное с разных точек зрения, с другими преданными. То есть должны быть созданы такие условия, куда могут преданные прийти и изучать, обсуждать, делиться пониманием. То есть какие-то собрания, санги, лекции и так далее, где преданные по очереди могут делиться пониманием того, что они прочитали. Вот такие условия должны быть созданы. Либо на базе храма, либо на базе намахат, как-то так или иначе. Вот это то, что Шлупада ожидает от вот этих лидеров. Это то, что их первейшая обязанность, он пишет. Твои первейшие обязанности. Если они полностью образованы в понимании нашей философии, будучи способными получать все знание и обсуждать его со всех сторон, тогда они с легкостью будут совершать тапасию отречения, продвигаясь таким образом в сознании Кришны. То есть почему преданные такие вялые, такие духовные импотенты, ничего не способны сделать? Потому что они не совершают вот эту тапасию, они не способны отказаться от вот таких материальных вещей. Как результат, эти материальные вещи их тянут вниз, и они ничего толком не могут сделать на Ниве проповеды. Как, например, в свое время пришли в упаде, его ученики просто приезжали в какое-то место и просто открывали центр. Строго следуя его наставлениям, повторяя его философию, занимаясь деятельностью, которую он дал, люди просто приходили и наполняли храм, и куда потом приезжал шлоппада, в готовом храме, готовым вот этим предным он давал лекции. Не то, что он куда-то приезжал, и с него все начиналось. В подавляющем большинстве начиналось все с его учеников, которые приезжали, обладая вот этим вот духовной силой. Если, да, на данный момент не переживай сильно о проповеди непреданным. На данный момент в 72-м году. Мы можем подумать, а, ну это тогда, сейчас опять нужно переживать о проповеди непреданных. Нет. Не переживай сильно о проповеди непреданных. Сейчас нам необходимо укрепить в сознании Кришны тех преданных, которые у нас уже есть. Тогда мы достигнем успеха. Какой прок от большого числа преданных, если никто из них не образован? Прямым текстом говорит шлоппад. Зачем нам такие преданные, если они не образованы духовно? Если них не интересует понимание философии Занани Кришны? Зачем нам такие преданные? Это их даже преданными-то нельзя назвать толком-то. Это водичка, это не молоко. И шлоппада в определенном смысле дает понять, что ему, как молочнику в этом смысле, стыдно за то молоко, которое у него, так сказать, в наличии. На него будет тень падать. И действительно так происходит. Предны, которые не уснили в философии, позволяли себе, недостойно себя вести, и, соответственно, это бросало тень, грязное пятно на все общество сознания Кришны. К сожалению, история имеет в себе такие вот грязные пятна, за которые уже неловко. Хотя ты, казалось бы, это и не делал. И все это происходило, потому что предны не утвердились в понимании философии. Они не разобрались, кто они такие и на что они подписались. Что они должны делать и чего делать не должны. В письмо Мадудвиши, которое он отправил из Лос-Анджелеса 16 июня 72 года, в тот же самый день, он написал письмо с отцорупе из Лос-Анджелеса 16 июня 72. И в этот же самый день из Лос-Анджелеса 16 июня 72 года он второе письмо, может быть, еще письмо писал, но еще одно письмо было отправлено в Мадудвиши. И там он пишет, в том же самом настроении. Сейчас я ставлю большой акцент на то, чтобы все мои ученики были очень сведущи в философии сознания Кришны. Чтобы они старательно, как минимум 1 или 2 часа в день читали мои книги, стараясь понять прочитанное с разных точек зрения. Здесь, в храме Лос-Анджелеса, мы проводим ежедневные утренние классы, где я даю лекции с 7 до 8 утра. Мы изучаем некоторые главы Шимадбхагаватам, обсуждая одну шлоку в день. Я читаю ее вслух на санскрите, произнося каждое слово, а ученики повторяют. Потом мы повторяем всю шлоку несколько раз, пока мы ее не выучим. Обратите внимание, знаете, зачем мы повторяем эту шлоку? Пока мы ее не выучим. Вот для этого, это то, как задумал шлопа Бада. А не просто повторить формальности ряда. Вообще-то мы должны это повторить, чтобы выучить в конце концов. Затем мы очень подробно обсуждаем тему стиха, анализируя его с разных углов зрения. И наслаждаемся его новым пониманием. Опять-таки, это не какое-то спекулятивное понимание. Это раскрываются новые, которые пока при беглом чтении непонятные, но вот глубоко изучаем и видим, оказывается, новые углы. Оказывается, вот как это связано. Не выходя за дозволенные рамки, указанные в шастрах. Мы не спекулятивные геани, которые что-то сами выдумывают. Просто для того, чтобы увидеть какие-то новые грани, нужно очень внимательно изучать. Тем более вместе с другими преднами. Поэтому Баванти, Хрид, Карна, Раса, Яна, Кадха. То есть вместе с такими искренними преднами это приносит наслаждение слуху и сердцу. С большим удовольствием предные будут слушать такие обсуждения. Введи эту систему, просит он на Дадвишу, введи эту систему во всех наших центрах в твоей зоне, и ты увидишь, как благодаря этим ежедневным классам все становятся очень воодушевленными. Здесь Шелупада прямо говорит, как возродить воодушевление энтузиазм преданных. Ввести вот такую систему, где, во-первых, преданные учат шлоку, ну это так, деталь, но самое главное, чтобы они так хорошо обсуждали, глубоко понимали смысл этой шлоки, чтобы раскрывалось вот это, но глубокие значения этой шлоки. Это означает, что того, кого ставят давать классы, Шамет Бхагаватам, Бхагаватгита, был банально подготовлен, чтобы он не плавал, чтобы он не говорил какие-то банальности, и какие-то общие вещи, что просто скучно его слушать, чтобы он был очень серьезно подготовлен по этому вопросу, очень глубоко смог раскрыть эти вопросы. И люди, внимательно слушающие, они просто там пялищиеся в телефон, и поэтому они не способны слушать. Вот реально, когда ты пялищишься в телефон, ты уже не слышишь. Это не проникает в тебя. Ты в этот момент отвлекся. Они внимательно слушают, и они способны задавать вопросы, чтобы что-то прояснить. Это начинается вот такое вот глубокое изучение. И благодаря этому Шалупада говорит, ты увидишь, как благодаря этим ежедневным классам, по такой системе, все становятся очень воодушевлены. Шалупада гарантирует, он предсказывает, следуя этой системе, у всех возродится сильный энтузиазм и воодушевление. Читать, да. Читайте одну шлоку, обсуждайте ее, а на следующий день переходите к изучению следующей, и так далее. Даже если вы будете обсуждать по одной шлоке в день, это займет около 50 лет. То есть, нужно, чтобы обсудить все шлоки, нужно настроиться на то, что 50 лет, следующие 50 лет, я буду преданным. По одной шлоке в день изучаю. Если кто-то не доживет, значит, нужно серьезно читать, но чуть больше, чем по одной шлоке. Чтобы таким образом изучить весь Шиман-Бхагаватта, у нас богатый ассортимент книг для обретения знаний. Если ученики будут больше и больше обретать знания, они, естественно, будут убеждены и с легкостью будут выполнять свои обязанности в тапасе и отречении от материального рабства. Так они будут успешно продвигаться в сознании Кришны. Поэтому я хочу видеть такое продвижение во всех своих учениках. Шлопада ожидал от всех учеников, учениц, младших, старших, чтобы все продвигались. Это желание Шлопада. Я хочу видеть такое продвижение во всех своих учениках, чтобы они успешно продвигались в сознании Кришны. Ты несешь ответственность за поддержание этого стандарта. Вот это ответственность вот этого лидера. Вады Двиши, Са Царупа и вообще сейчас любой, кто несет высокие административные обязанности. Не просто прийти, какие-то банальности там, разрулить, куда песок высыпать, куда там что-то еще там сделать и потом уехать по своим бизнес-вопросам. А на самом деле следить, чтобы в храме ежедневно проводились вот такие образовательные, по сути дела, изучения книг Шлопада. Вот это первейшая обязанность такого лидера. В письме Джагадиши, которое он отправился в Бомбей 9 ноября 75-го года, Шлопада пишет, «Поэтому изучай мои книги и пересказывай комментарии на своем языке. Распорядись, чтобы президенты храмов, которые находятся в твоем подчинении, проповедовали именно так». Не пересказывать там Киосаки, там или какого-то Джона Грея, «Мужчина с Марса, женщина с Венеры», там и так далее. Не это пересказывать. А в своей проповеди, пусть даже ты там просветитель, чтобы ты никаких отсебятины про какие-то чудеса мистические не рассказывал, а просто повторял то, что говорит Шлопада в комментарии. Шлопопада просит, распорядись, чтобы предные проповедовали именно так. То есть, изучай мои книги и пересказывай комментарии на своем языке. Вот это и Шлопада называют проповедью. Это и есть проповедь. Да, вот там так это и пишут. Нам не нужно ничего придумывать своим изобретательным умом для проповеди. Никаких новых методов мы не открываем, как некоторые заносчиво считают. Опытные, преданные находят новые методы, чтобы проповедовать сознание гречеси. Шлопада прямо говорит, нам не нужно ничего придумывать. Есть мнение Шлопада, есть мнение такого выскочки. Я лично принимаю мнение Шлопопада. Какой там текст еще? 9 ноября 1560 год, Джагадиши. Да, правильно из Бомбея. Кстати, кому надо, я могу подборку это просто отправить. Вы вообще читаете. Нам не нужно ничего придумывать своим изобретательным умом для проповеди. В книгах уже все есть. Все есть. И даже для таких серьезных испытаний, через которые проходят сейчас преданные в России, там тоже уже все есть. И нам не нужно какие-то особые условия, и поэтому как-то по-особому отбросив послание Шлопада проповедует какой-то чушь теперь. Отлично от Шлопопада. Он говорит, в книгах уже все есть. для любых условий, для любого времени, для любых обстоятельств. Просто нужно прочитать и разглядеть. А, вот для таких условий или вот это можно, оказывается, вот таким образом объяснять. А я, балбес, так и не, оказывается, и не дочитал до этого. Или читал, но забыл. Поэтому нужно перечитывать очень внимательно. Тот, кто умеет искусно представить это знание слушателям так, чтобы они могли легко его понять, то есть это знание, которое изложено в комментариях Шалупаде, а не на страницах Джона Грея. Именно эти, вот это знание изложить. То есть, значит, ничего не выдумывать и передавать по тому же принципу, как Бхагавадгита, как она есть. Точно так же повторяя именно эти же мысли, не добавляя ничего и не выкидывая то, что мне там стыдно, неловко говорить, а вдруг я обижу людей, вдруг они возбудятся и начнут спорить со мной. Дай-ка этот момент не буду им говорить, чтобы избегать острых углов. Шалупада пишет про это, допустим, целую статью мы написали, где много процитировали из выступлений Шалупады на телевидении, перед камерами, с микрофонами, Шалупада прямым текстом говорил, что положение женщины это служить своему мужу. И тогда в 70-е годы в Чикаго куча репортеров и вообще в те времена было вот это движение за, так сказать, феминизм и так далее. Это очень сильно возбудило. Он прекрасно давал себе отчет в этом. Но это послание Шастры. Это послание ведической культуры. Не имел права ничего другого говорить. Даром, что кому-то не понравится. Это его обязанность повторить послание. А Кришна уже сам решит. Примет люди, не примут, как примет, кто примет, кто не примет. Это уже не мое собачье дело, как говорится. Моя обязанность повторить, что говорит Кришна. А за результаты отвечает жене. Какой стих вспоминаем в этой связи? Не шесть, а три, по-моему. карманива, а, это второй главан . парадикарасте мабхалишу кадачи. Но плоды от того, что ты сделаешь, тебе не принадлежат. Не привязывайся к этим плодам. И не переставай делать. плоды мне не принадлежат, так и что делать. Можно и не делать. Нет, ты продолжай делать. Поэтому мы должны просто повторять, что говорит Кришна, что говорит Швапапада. Он написал эту мысль в этом ключе, в таком документаре. Мы можем своими словами, но все равно именно эту же мысль должны повторить. Пусть это не понравится, пусть я стану белой вороной. По крайней мере, у меня открывается шанс вернуться домой назад Багу. А вот эти черные вороны будут торчать в материальном мире. Вот и все. Тот, кто умеет искусно представить это знание слушателям так, чтобы они могли легко его понять, является успешным проповедником. Успешный проповедник определения Швапапада это тот, кто может искусно представить это знание. То, что написал в комментариях, а не нести какую-то чушь, ублажающую уши людей, как им бы нравилось. Иногда знание может им не понравиться, но это придется все равно тоже говорить. Какое-то лекарство может таким быть горьким, что не каждый захочет его покупать. Настолько оно горьким бывает. Но оно лекарство, оно действительно очень полезное лекарство. Ты должен говорить только то, что сказал Кришна, и тогда ты станешь проповедником. Если я говорю не то, что говорил Кришна, то простите, я уже не проповедник. Я не имею вообще права рот раскрывать и заносчиво считать себя проповедником, тем более каким-то там успешным проповедником. ты должен говорить только то, что сказал Кришна, говорит Швупада, прямое наставление. Письмо Экендри, отправленному из Найроби 3 февраля 72 года. Я очень рад, что ты придерживаешься очень строгого распорядка и читаешь мои книги. Продолжая так делать, ты вырастешь в первоклассного проповедника сознания Кришны, а это высочайшее служение, которое можно выполнять. Чтобы стать первоклассным проповедником, нужно строго следовать практике преданного служения и читать книги. Вот и все, что требуется. Потому что результаты будет давать Кришна, отвечая на искренность такого преданного, который строго следует практике и повторяет без выдумок, повторяет послание Кришны. Кришна позаботится, чтобы нужные сердца зажечь. И как в результате будет внешний плод в форме того, что люди будут приходить. Будут приходить настоящие люди, которым действительно нужно настоящее сознание Кришны. Они вот эта гикающая публика, которым нужно просто чувственное наслаждение в такой красивой обертке. Такие не нужны люди здесь в сознании Кришны. Это не плоды. Это не бхалин апаричи. Это ерунда на самом деле. Как же читать книги? Мы можем задумать, что значит внимательно читать? Как внимательно вдумчиво, чтобы с разных углов обсуждать? Что это такое? Шаупада в письме Парамананде, который он отправил из Лос-Анджелеса 29 июля 69 года, пишет, ты должен читать Бхагавадгиту по крайней мере несколько стихов в день, а потом обдумывать их в течение дня. Не просто почитал, а потом пошел думать о своей работе, о том, как мне плохо, как меня обидели, или вообще житуха не та, как меня оскорбили. Нет, весь оставшийся день должен думать о том, что я прочитал. Вот это предписание Ачарии. Самое лучшее это читать по одной главе в день. Если нам удается обдумывать все главу в день. Однако, если ты каждый день можешь медитировать лишь на несколько стихов Бхагавадгиты, то это лучше, чем просто читать ее в течение часа, а потом забывать прочитанное до следующего чтения. Шопада подчеркивает качественное. Пусть мы медленнее будем читать, но будем успевать обдумывать и все это понимать, чем просто на скорость каждый день по одной главе Бхагавадгиту читаю. Я столько-то раз уже Бхагавадгиту прочитал, а вы про Буджи. О чем толк от того чтения? Если ты так и ничего не понял, какую-то чушь в результате с висасами несешь. И последняя цитата. Спасибо за ваше внимание. В письме Бхакти Дасу, которую он отправил из Дели 20 ноября 71 года, Шопада пишет «Если мы будем искусственно пытаться объяснять шастру своими словами, искусственно, то всегда есть опасность привнесения измышлений и личных толкований». То есть мы должны объяснять шлоку так, как объясняют ее ачария. Именно так же ее объяснять, а не пытаться как-то по-своему выдумывать толкования. Всегда будет возникать опасность привнесения измышлений и личных толкований. Откуда корни растут такой опасностью? Четыре недостатка в условной души. правильно. Это склонность несовершенно чувств обманывать других, впадать в иллюзии самого и совершать ошибки. Это все будет проявлением в форме привносить личных измышлений и толкований. Просто из-за четырех недостатков по-словной души. Поэтому не нужно гнаться. Вот я такой великий, я могу сам объяснить. Да кто ты такой? Есть некоторые умники, которые даже свои собственные комментарии на Бхагаладгиту написали. Ты что, совсем что ли? Ты лучше потрудись над тем, чтобы объяснить, если кому-то вдруг непонятно комментарий Шлупады, объясни этот комментарий, не меняя его послание, чтобы все слова, каждое предложение из комментария Шлупады были понятны. Но не надо свою собственную от себя написать. Это бесполезно. Есть один умник, который написал свой собственный комментарий на Бхагаладгита. Но цена этому комментарию грош, а даже меньше. Сначала ученик обязан научиться в точности повторять слова гуру. В нашем случае в точности повторять объяснение этих стихов Шлупады как Шлупады объясняют, как предшествующие Ачарии. Мы должны сначала это уяснить. И тогда через какое-то время он станет квалифицированным применять эти принципы, которым он научился следовать слово в слово в ситуациях в личной жизни. Он уже будет знать, как объясняют вот эту тему такие Ачарии, Шлупады. И он в этих ситуациях, видя, что это уместно вот это шло, как эта ситуация, будет объяснять ее таким образом, цитируя эту шлупу и цитируя комментарии предшествующих Ачарии. Наша философия отнюдь не является сухими догмами или утверждениями. Нет. Язык сознания Кришны всегда свеж. И на нем все можно объяснить. Подобно тому, как мой гуру Махараджа однажды читал лекции в течение трех месяцев по одному стиху Шиман-Бхагаватам. Три месяца на Радхакунде давал лекции по Джанмасиаде. Как же? Мадесиа, Ятон, Янт. Тараташ. Тараташ. Чартирую. Сараташ. 1-1-1 с Шиман-Бхагаватам. Три месяца подряд. То есть минимум 90 дней по одному и тому же стиху. Вот представьте. Однако мы должны принять все меры предосторожности, чтобы сохранять наши основные направляющие принципы такими, какие они есть, и не менять их, желая услышать что-то новое. Как только возникает желание изменить наши принципы, сразу же появляется желание услышать что-то новое. Как только мы забываем, что мы движение сознания Кришны, пропаедническое движение, которое устанавливает садхарму, вечную религию, вечные принципы деятельности живого существа, как вечные услуги Кришны, и вместо этого на каком-нибудь интервью мы заявляем, что мы даже не религия, мы благотворительные организации, которые просто кормят бесплатно каких-то там детей или бомжей Прасада. Один умник заявил это на радио в интервью, что мы даже не религия, мы, так сказать, благотворительность. А почему поменялось вот это? Потому что поменялась цель, поменялось взгляд, что от этого движения сознания Кришна не нужна. Мне нужно, чтобы меня похлопали по плечу, похвалили за то, что я благотворительностью занимаюсь понятным языком вот этим кормить. Мне нужно славу, мне нужно почет. Так вот, сохраняя основные направляющие принципы нашего учения, нашего движения, такие, какие они есть, мы сохраним и то, что мы говорим, объясняя, обосновывая наше учение, нашу философию. Почему появляются вот такие странные вещи, странная проповедь? Это потому, что у людей меняются основополагающие принципы сознания. Они хотят следовать чему-то другому. И под это дело они подтягивают, находят какие-то обосновывающие вещи, какие-то новые идеи. Потому что они уже перестали ценить вот эту философию сознания Кришны, перестали ценить положение предного, как самое возвышенное положение живого существа. Таким образом, существует огромное изобилие наставлений Швупады о важности, принципиальной жизненной важности изучения его книг, изучения философии. Это обязанность каждого из нас. Это не то, что факультативно я что-то могу делать, а могу и не делать. Нет, если я это не делаю, это уже сразу страдает моя духовная жизнь. И таким образом нам периодически, лучше ежедневно, нужно вспоминать об этой потребности, практически это делать. Убеждаться, как действительно это целительно, что это не что-то умозрительное, что я так и не понимаю, как я закидываю таблетку и не понимаю, как она там на что действует. Применяя это, мы сразу видим, как действительно это помогает нам в нашей духовной жизни. и вдохновленные уже практическим опытом, подтвержденным на личном опыте, продолжать это делать и вдохновлять других преданных, помогая им утвердиться в этом же. Харе-Кришне. Есть ли какие-то вопросы? По поводу кипячения молока, то есть, было сказать, что типа как силы летают. Да. Но, то есть, это, опять же, где конкретно что-то подгое, что те будут отселиться, а, может быть, они сомреют и станут более зверным молоком, они же просто уйдут. То есть, когда человек пришел, мы, допустим, приводим людей. И в коем-то моменте, когда начинаем, как сказать, давать более глубокие принципы сознания Кришны, в серьезной практике, да? То есть, люди подумают, ой, а я еще не готов, не готова. И, получается, согласно сказать, что ну, летай и проваливай. Нет. А может быть, нет, а получается, как то, что вылетает, как бы сказать, она вылетает. Я понял вопрос. А может быть, вдохновите ее, вдохновите ее так, чтобы она захотела, как бы сказать, это. Это подразумевалось. Об этом и речь. Что... Я понял вопрос, давайте я отвечу. То есть, сыворотка должна согласиться быть молоком. И, соответственно, не улетучиваться. Если сыворотка настаивает на то, что она имеет право оставаться сывороткой, ей придется улетучиться. Должно оставаться молоком. Это желание ачарь. Молоко должно оставаться. Сыворотка придется улетучиться. Если сыворотка понимает, что ей не хотелось бы улетучиваться, тогда изволь быть молоком. Тогда ты не улетучишься. Тогда изволь измениться. Изволь соответствовать необходимым стандартам того, каким должен быть предан в сознании Кришны. Не пытайся сохранять свое право быть инородным ингредиентом в этом молоке. Не будь этой жидкостью, которая из нее добавляется для того, чтобы удешевить молоко. То есть, да, практически это означает, что преданных нужно вдохновлять, чтобы они качественно менялись. Но если вдруг такой преданный после всех убеждений, доказательств и так далее осознанно препятствует этому, то ему просто не место. Иди пиши свои книги, иди создавай свое собственное общество. Но здесь должны быть именно преданные. Или по крайней мере те, которые видимым образом демонстрируют, что они подтверждают то, что они хотят быть преданным, тем, что они практикуют тот процесс, который дал Ачаре. И тогда зеленая манга станет зрелым манга. просто такой же как у каждой свойственной зрением. Мы можем видеть, что реально многие ходят, ходят, созревают. Пять лет проходят, десять лет проходят, человек тихо созревает. Нет, созреваем мы только лишь благодаря тому, что следуем уже готовой практике преданного служения, которая состоит из минимума 16 кругов, следования правилам предписания преданного служения, в частности изучения философии сознания Кришны, как вот сегодня мы изучали, и так далее, и так далее. Если они решили для себя, что они могут стать преданными следуя чему-то еще и упорствуют в этом, то тогда они не смогут созреть. Это практически у них не получится созреть. Они не на то свои силы тратят. Они будут зреть в зависимости пропорционально тому, сколько времени они уделяют и сил уделяют настоящему сознанию Кришны. Если их жизнь наполнена условно говоря на 30% состоит из настоящего сознания Кришны и 70% ненастоящие, то они вот с таким коэффициентом 0,3 будут так сказать зреть. Это может очень долго быть. Но если они серьезные, особенно если удачливые брамачари, которые живут в храме, которые с утра до вечера могут им все возможности практиковать сознание Кришны, они будут очень быстро прогрессировать. Суть это, конечно, все это индивидуально, но человек во-первых должен для начала быть образован, что такое сознание Кришны. Сейчас, к сожалению, некоторых приемах даже нет понимания, что такое сознание Кришны. Для них там вот это благотворительное, быть внешне хорошим, вот это для них сознание Кришны. Но это даже не соответствует философии сознания Кришны. Для начала люди должны понять, куда они пришли, что им предстоит сделать. Во-первых, такие условия должны быть созданы. Когда они поняли, тут уже становится видно, кто что решает. Кому это интересно останется, кому интересно не останется. Когда нет вот этих стандартов установленных внутри общества, то, соответственно, знаете, в мутной водичке караси очень легко себя чувствуют. А в чистой воде им не выжить, потому что щука сразу их съедает. Поэтому в движении Саня Кришны не должна быть мутная водичка. Должно быть все четко и ясно установленное теми, кто имеет полномочия. Должны быть такие и такие стандарты, вот мы их прочитали, что шоу права дожидают от лидеров. Должны быть созданы условия для того, чтобы преданные четко понимали, что такое преданное служение, что значит быть преданным. И, плюс ко всему, они должны демонстрировать это своим примером, показывая, как они строго следуют. Вот это значит создать условия. В таких условиях новичкам очень четко будет понятно, что от них ожидается философский и вот жизненный пример, что я практически должен делать. Вот он демонстрирует. И тогда они уже примут решение, да, я еще так сказать слабенький, преданное, великодушное, они потерпят, пока он потихонечку поднимается, но по крайней мере поднимается. Некоторые сейчас даже умудряются считать себя преданными, а на самом деле они даже и не прогрессируют, потому что не тем заняты. Вот такого не должно быть. Вот об этом речь. могли бы на камеру повторить тему лекции и заглавный стих. Тема сегодняшней лекции важность изучения знания философии сознания Кришны для того, чтобы качественно совершать духовный прогресс сознания Кришны. Сегодняшнее обсуждение целиком основано на высказываниях Шилапапады. Его высказывания, в них можно разглядеть известные нам стихи Бхагавргиты и других священных писаний. То есть научное высказывание. Он прославляет важность изучения конкретных книг вообще философии сознания Кришны и описывает как это практически необходимо всем и каждому. Единственный стих был какой-то? Нет, это просто цитаты пошли друг за другом. Давайте тогда закончим. Спасибо большое за ваше неусыпное внимание. Чудрапады Ки Джай Самая Тогор Бхаг Таврин Дэки Джай Нитай Гор Приман Дэ Дэ Гор Приман Приман